ПЕСНЯ 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 Нам всем знакома история, когда фарисеи приводят женщину, взятую при любодеянии, и искушают Иисуса. И говорят, что по закону она должна быть побита камнями. Но Иисус знал закон, и он говорит, что он писал на земле, неизвестно, что он писал, но, может быть, он писал действительно, что написано в законе. В законе было сказано, что двоих должны были привезти, а привели только одного человека. И он говорит такие слова, кто без греха, пусть первый бросит в нее камень. И 12 стих, «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». И сказано также, что «и они, обличаемые совестью, начали уходить». Иисус, Он просветил совесть этих людей, они увидели этот свет, они увидели, что они также грешны, что они были обличаемы, и они ушли. Если я следую за Христом, значит, свет Иисуса, Он просвещает мою жизнь. И Матфея, 9 глава, 8 стих. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Поедите, научитесь, что значит «хочу милости, хочу, а не жертвы». Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Те, которые привели эту женщину, они, наверное, считали себя лучше. Но когда они сопоставили себя с Иисусом Христом, когда Он сказал, что «Кто первый без греха, первый бросите в нее камень», они поняли, что, оказывается, мы тоже грешники, и нам тоже нужно спасение. Иоанна, 1 глава от Иоанна, «Святое благоествование» с 1 по 12 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет для человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя Ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, но мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к Своим, и Свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». В первой главе Иоанн описывает, что Иисус – это истинный свет. И тем, которые приняли Его, когда Он осветил сердца тех людей, если бы они приняли Его, то Он дал бы им власть иметь спасение. Он бы сделал их сынами Божьими. И 8 глава 13 стих, он продолжает. «Тогда фарисеи сказали Ему, «Ты сам о себе свидетельствую, и свидетельство Твое не истина». Иисус сказал им в ответ, «Если Я и сам о себе свидетельствую, свидетельство Мое истина, потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда Я и куда иду. Вы судите по плоти, Я не сужу никого». Почему так Иисус сказал? Потому что у Него была задача, Он пришел сюда не судить, Он пришел спасти. И Иоанн это хорошо подчеркивает, Иоанна 3,16, он говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Он говорит, «Моя задача сейчас прийти не судить, а спасать. Я спасаю ту женщину, я спасаю вас, потому что, когда Я просветил ваши сердца, вы поняли тоже, что вы тоже грешники, вы не смогли бросить камень, вы были осуждены в своей совести. И 16 стих, «И если Я и сужу, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня». Придет время, когда будет судить, но сегодня, сегодня день спасения, сегодня день благоприятный и для каждого из нас. Поэтому давайте помолимся, поблагодарим Бога за то, что Господь еще спасает. Еще не день суда, но день спасения, и Иисус Христос, Он просвещает нашу совесть и дела каждого человека. Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 И приходили в него не только в воскресенье Но и в пятницу Находите время Приходите в очень благословенное время Когда есть возможность помолиться всем Не так много людей Поэтому всем есть возможность помолиться А старайтесь быть в пятницу Это прекрасное благословенное время Благодарен Богу Сегодня тоже вижу брат Владимир Он когда-то в Сан-Хосе жил Приехал к своей дочке Одно время они были там Сегодня они членами церкви у вас А вот мы с ним встретились сегодня здесь Очень приятно, знаете Когда ваша церковь собирается Смотрите, как много людей С разных мест, разных церквей Они переехали где-то поближе, очевидно И еще одно Наши друзья, которые Они и ваши друзья, которые в Израиле Очевидно меня поправят, когда приедут То, о чем я буду сегодня говорить То, о чем я буду делиться Потому что некоторые слова на еврейском языке Может быть, мое произношение будет не очень правильным Поэтому вы уж меня простите Наверное, помните, когда Иисус Христос был на Голгофе Вот эта страстная неделя Очень много событий произошло И очень много вещей было в жизни Иисуса Христа И учеников, которые, конечно, собраны были вместе Возле своего Учителя Они все были на Голгофе Они все были тогда, когда его Снимали с креста Когда положили его во гроб Но тем не менее А многие из них были В предыдущие дни В эту страстную неделю И я бы, знаете, вот Не знаю, раньше у меня так не получалось Даже сейчас, когда мы пели этот последний псалом Вчитывайся в каждое слово Я один из них Мы не были на Голгофе Но мы переживаем то, что там произошло И мне сегодня хотелось бы говорить О том, что там произошло О том, о чем молился Иисус Христос Вися уже на кресте Голгофском Когда руки его были распятые Когда ноги его были пронзены Когда на голове его был терновый венец Единственные слова, которые он произносит Там не единственные слова А всем как бы выражениям Ну вот, то, на что мне хотелось сегодня Обратить внимание Это даже не полностью весь стих 34 стих 23 главы Евангелия от Луки Евангелия от Луки 23 глава 34 стих Час этого стиха Иисус говорит Отче, прости им Ибо не знают, что делают Отче, прости им В Библии мы читаем, что когда народ израильский Выходил из Египта Ангел, помните, губитель Он проходил мимо каждого дома На дверях которого был виден знак И он проходил мимо Он не заходил в этот дом Сохраняя эту традицию На праздник Пасхи евреи прибивают на косяк От дверей маленькую коробочку На которой написано три буквы Шин, долет, ют А в коробочку вкладывает текст на свитке Это текст из книги Второзакония 6 главы Слушай, Израиль Господь Бог наш Господь един есть На внешней стороне свитка Написано слово Шадай всемогущий Это слово также толкуется Как окраним слов Шамер Глатот Израил Охраняющий врата Израиля Охраняющий двери Израиля Бог всемогущий Охраняющий дом Израиля Бог всемогущий Охраняющий твой и мой дом Верите ли в это? Израиль верил, что Этот знак И до сих пор верят Говорят о том, что Бог охраняет мой дом На праздник Пасхи Мы очень много говорим О тех событиях, которые происходили В эту страстную неделю Страстная неделя От верного воскресения До Пасхи Вот эта вот неделя Включает очень много вещей И то, что там произошло Вот если проследить цепочку событий По Евангелию от Матфея 21 глава То она выглядела бы следующим образом Иисус Христос Торжественным образом Въезжает в Иерусалим Потом Он заходит в храм Опрокидывает столы Миновщиков и продавцов Затем Он исцеляет Слепых и хромых в храме И, наконец, Иисус покидает Иерусалим и проводит ночь В Вифании Дальше Иисус с учениками Воспево шел на гору Его молитва Его страдания Смерть Воскресение Христос воскрес Воистину воскрес Воистину воскрес Воистину воскрес Почему-то вы так не смело Или я так не смело Произнес это приветствие Христос воскрес Слава Богу Слава Богу Иисус Христос воскрес Наша дочка, когда нам звонит Все время нас приветствует Нас словами Не мир вам Не папа, мама Добрый день Или доброе утро А Христос воскрес Говорит, ну папа Правильно, что Иисус Христос воскрес Не только на праздник воскресения На празднике Пасхи Когда мы празднуем в этом Сматривая, знаете, в каждую деталь И в том, что происходило Я задаю себе один и тот же вопрос Господи, ради чего все это? Почему такое представление? И зачем тобой был Опредложен именно такой сценарий А так все происходило Таким образом Думаю, что у каждого из вас Уже есть свой ответ Ну а вот торжественный вход Пальмовые ветви Одежда Все под ноги Христу Восклицание Погром в храме Исцеление Вызванный огонь на себя Со стороны местной элиты И священствовать Страстной четверг Или чистый четверг Вечеря Голгофа И воскресенье Да, вы скажете Все об этом писали пророки Так должно было быть Конечно, пророки были движимы Духом Святым И они говорили о том, что должно было произойти И все, кажется, складывается В одну такую, знаете, логическую цепочку Потому что все так должно было быть Но перечитывая эту пасхальную историю Я опять-таки задаю себе вопрос Что для меня значит праздник Пасха? Друзья, что для меня значит праздник Пасха? Помните слова на Христе Которые Иисус произнес Прости им, отче Отче, прости им Ибо они знают, что делают В первой главе книги Бытие Есть история В первых главах книги Бытие Есть история О грехопадении Адама и Ева Помните Евы, помните О первых людей О том, как Бог простил им грех И в этой истории говорится Об одежде О кожаных одеждах Не о тех одеждах Которые сделали себе Адам и Ева А кожаные одежды Если прочитать между строк Или читать другие тексты Из Священного Писания Можно понять Что без пролития крови Не бывает прощения Помните, да? Об этом говорит Священное Писание Откуда взялись эти одежды? А есть немножко разногласия Люди спорят о том Что же произошло тогда? Вы можете не согласиться со мной Но я верю, что эти кожаные одежды Не были просто сделаны Богом Хотя для него нет ничего невозможного Но не случайно В Писании написано Что без пролития крови Не бывает прощения И когда Бог сделал эти кожаные одежды Они должны были о чем-то говорить Читающему Священное Писание Эта простая история Из жизни первых людей Указывает на одну важную мысль Для чего должен был прийти Сын человеческий Сын Божий В этот мир И он пришел И это уже было сказано там Когда Бог прощает Адама Адаму и Еву Это прощение человека Они были прощены Признаю, что Нас, знаете Мы читаем Священное Писание И мы мало знакомы С теми традициями Обычьями, которые были В народе израильском Хотя мы много знаем Священное Писание Я думаю, что наши друзья Братья и сестры Которые сейчас в Израиле Они когда приедут Больше об этом расскажут И будут свое слово Которое будут говорить Они будут подтверждать Теми местами Теми событиями Которые Они Там, где они были Там, где они переживали Сегодня, кстати Они были на Генесарецком озере И пели там Помните, в Солом Мы такой поем Чудное озеро Генесарецкое Как это созвучно Я даже лицом к лицу Теперь знаю Я отчасти Отчасти познаю Подобно, как я опознан Павел Апостол Язычников Говорит Отчасти Мы знаем Я тоже не знаю всего Может быть Я где-то Если ошибаюсь Вы можете подсказать мне Но, к сожалению Отчасти мы понимаем То, что даже Происходило в эту Страстную неделю Может поэтому Недооцениваем Страдания Страдания Нашего Господа Недооцениваем Голгофу Недооцениваем Смерть и воскресение Господа Нашего Иисуса Христа Более того Многие Благословения В своей жизни Мы даже приписываем Не Господу Не Господь сделал А то, что Мы получили Каким-то другим образом Благодарность Господу Вот в пятницу Умолились Брат Ярослав Владимир Ильич Подтвердил Это милость Божия Что есть Те, кто молятся за меня Милость Божия Есть те, кто молятся за меня Это милость Божия В том, что он Делает в нашей жизни Чем для нас Сегодня является Этот праздник Праздник Пасхи Хотел бы Обратить Ваше внимание Еще на одну книгу Книгу пророка Амоса Пророка Простого пастуха Из Фикои Селение Находившегося В восьми километрах На юг От Вифлеема Часто называют Эту книгу Книга символов В седьмой главе Сразу три видения Саранча Огонь И отвес Это удивительные видения Если вы придете домой Перечитайте их На каждой из них Можно проповедь Даже произнести И интересно То, что Многие говорят Что это Книга символов Возрастающего Гнева Божия И посмотрите В заключение Корзина Со спелыми плодами Где важно Обратить внимание На слова Которые здесь написаны Приспел конец Народу моему Израилю Не буду более Прощать ему Так Бог Простил Или не простил Будут прощены Или не будут прощены У нас много вопросов Возникает Когда мы читаем Один или другой Текст Священного Писания Но мы знаем Что милость Божия Она велика И то Что Иисус Христос Сделал на Голгофе И та молитва Которую он произнес На Голгофе Молитва о прощении Она сегодня Касается нас с вами Она сегодня За всех людей Живущих в этом мире Не только нас Которые собраны здесь В этом доме молитвы Но и тех Которые сегодня Еще далеки от Господа Которые еще не знают Господа Но как Как нам рассказать им О Боге Милующем И прощающем Интересно то Что пророк Предвещает Голод Но не голод Но не недостаток хлеба Это 8 глава 11-12 стихи Написано так Вот наступают дни Говорит Господь Бог Говорю я Когда я пошлю на землю Голод Не голод хлеба Не жажду воды Не жажду слышания Но жажду слышания Слов Господних И будут ходить От моря До моря И скитаться От севера к востоку Ища слово Господне И не найдут его Мы когда приехали Купили такой номер И на нем была рыбка Мы немножко поездили По Америке И поняли что Господи я недостой Люди смотрят Как я езжу И говорят Он верующий Он христианин Мне стыдно стало Господи я не так езжу Мне стыдно стало Знаете Но вот эта маленькая рыбка На багажнике Нашей машины Это не просто знак Это символ Четыре чаши на столе На пасхальном столе Это не просто Четыре чаши Это символ Одни говорят Десять Другие говорят Двенадцать блюд На столе На пасхальном столе Это тоже символы И конечно Здесь важно Знать то На то На что они указывали И о чем они говорили И каждое действие Которое происходило На вечере Господней Очень важно Мы может быть даже И не догадываемся Но ученики Они должны были знать А что это значит И о чем идет речь Я просто себе представляю Еврея на одном Из таких событий Который возможно Не читал ни Тору Ни пророков Ни даже книгу Псалмов Но он внимательно Наблюдая за тем Что происходило Или происходит Я уверен Что он обязательно Вынесет для себя Какой-то урок Из того что он видел Из того что он видел И на этой пасхальной неделе Значит Хотел бы обратить внимание Всего лишь на одну вещь Это верхняя одежда Которая была на Иисусе Христе Евангелисты Матфея, Марки, Лука Они говорят очень много О пасхальной неделе Но больше о страданиях Господа Но как-то их Евангелие Больше так смещено К концу своих Евангелий А Евангелий Иоанн Более подробно Нам говорит о пасхальной неделе Почти пол Евангелия Это последняя неделя И его страдания Смертью воскресенья И он пишет в 13 главе Евангелий Иоанн С 3 стиха Следующий В действиях Иисуса Христа Ученики должны были узнать И понять Почему Иисус так поступает Если бы я был там Я бы конечно сказал Господи, а почему ты так делаешь? Но для них это было понятно Для них это было понятно Это слово о чем-то говорило Это действие О чем-то говорило для них Интересно то, что Только Иоанн описывает об этом Иоанн говорит об этом Потому что верхняя одежда Как говорят на Востоке Она символизировала прощение Она говорила о прощении Наверное, вы знаете Что наши ноги Говорят тоже о чем-то Особенно грязные ноги О чем они говорят? О грехе Христос говорит Петру Петр А мытому нужно только ноги умыть Потому что Чист весь И вы чисты, но не все Помните, мы читаем Одно событие, которое происходило В жизни Иисуса Христа Когда он был здесь на земле Он посетил дом одного фарисея И он ему говорит Ты воды мне на ноги не дал Целования мне не дал Головы мне маслом не помазал А потом сказываю Тебе прощаются грехи Ей многие Ей прощаются грехи Многие Ты знал об этом всем Потому что ты знаешь Все традиции Которые были на Востоке Но ты этого не сделал для меня Знаете, мы когда сюда въезжали Ваши братья Молодые, спасибо Они мне напомнили Эту историю Я, мне кажется Знаете, они готовы были Не только ноги и колеса помыть Если бы шланг был в руках Вот это вот гостеприимство Мы только въезжаем Они уже готовы Тебе послужить Иисус Христос говорит Этому человеку Ты этого не сделал для меня Ты этого не сделал Ты этого не сделал А вы осуждаете ее То, что она сделала Когда человек имеет проблемы Со слухом Знаете Это плохо Когда имеет проблемы С глазами Со зрением Это тоже плохо Но я всегда ловлю себя На том В тот момент Что я все равно могу Что-то делать Я все равно могу Что-то делать Хуже того Когда человек не имеет Ни духовного зрения Ни духовного слуха Помните О них писал Пророк Исаия Об этом говорил И Иисус Христос Также Омытому Нужно только Ноги Омыть Если бы Помните Петр говорит Господи Не умоешь Моих ног Но Тогда не приняв Его прощения Мы не сможем Иметь общение С Ним Если бы Петр Не сказал Этого Может быть И мы повторяли бы Эти слова Но здесь очень важно Если ты не умоешь Если я не умою Ног твоих Ты не сможешь Иметь общение Со мной Я слышал Ни раз Ни два От людей Что значит Очень тяжело Прощать И очень тяжело Простить Но это то Чем мы живем То что мы должны Делать То что должно Происходить В нашей жизни Я знаю Людей Которые До сих пор Не могут Простить Ту обиду Которая Которая Была Когда-то Но это Нужно Сделать Нужно Простить Отче Прости Им Если мы Не готовы Простить То это Будет Если мы Готовы Простить То это Будет Выражено И в наших Делах В наших Поступках Иисус Снял Себя Верхнюю Одежду И взял Полотенце Припоясался Насколько Мы готовы Сделать То что Сделал Наш Господь Иисус Еще Один Текст Который Связывает Говорит О верхней Одежде А вот В эту Пасхальную Неделю Страстную Неделю Евангелие От Матфея 21 глава 9 стих Нароже Предшествовавший И сопровождавший Восклицал Ассана Сыну Давидову Благословен Грядущий Во имя Господня Ассана Вышних И 8 стих Посетили Постилали Все одежды Свои По дороге А другие Резали Ветви С дерев Постилали По дороге И опять-таки Верхняя Одежда Которая Брошена На дорогу Как вы думаете Что бы Значило Это Не просто Снять с себя Одежду А бросить ее На дорогу Бросить ее Просто Под ноги Не просто Положить ее А бросить ее Так чтобы она Смешалась С болотом С грязью С пылью В священном Писании Есть несколько Текстов Я хотел бы Обратить на них Внимание Помните В Нагорной Проповеди Иисус Христос Говорит О соли Соль Брошенная Под ноги Соль Которая Потеряла Силу 5 глава Евангелия От Матфея 13 стих Вы соль земли Если же соль Потеряет силу То чем Сделаешь ее Соленой Она уже Ничему не годна Как разве Выбросить ее Вон на попрание На попрание Что значит Смешать С грязью Когда мы Считаем об этом Знаете Я заставляю себя И думаю Над такими вещами Которые В нашей жизни Происходят Обиды Огорчения Оскорбления Поношения Это то Что нам нужно Как бы Забыть Ради славы Божьей Милости И прощения Просто выбросить На попрание Это то Что нужно Сбросить себя Выбросить Потому что Это уже потеряло Должно было потерять Силу в нашей жизни Потому что Мы покрыты Прощением Прощением Господа нашего Представьте себе Такую сцену Иисус Христос Въезжает в Иерусалим Не на ослике А на белом коне Да Это круто Это здорово Но это уже Меняет весь сценарий Все то Что происходило На Голгофе Но Иисус Христос Мы видим Не случайно Въезжает На ослице На сыне Подъеренной А не на белом коне Это говорит О характере Этого въезда О характере Этой встречи Об оправдании Милости И прощении Есть такая поговорка Не знаю В Украине У нас была такая Или нет Высчитывая В России Не верба бьет А старый грех Может быть Вы слышали И люди Когда приходят На праздник Пасхи Они На введное воскресенье Они бьют Побивают Так Хлистают вербою Я не знаю В Израиле Верба росла Или нет Там пальмовые ветви Стелили Одежды бросали Ну вот Такая традиция От наших праотцов Пришла Оттуда Где мы выехали Там где мы жили Это говорило Тоже о грехе И о прощении Но знаете Сколько бы мы Не побивали Не выгоняли Что-то худое Греховное Плохое Это не поможет Только Бог Иисус Христос Который умер за нас Это его прощение Это его страдания Его смерть Дают нам прощение В книге про Каисая В 63 главе написано Кто это идет От Содома От Едома В червленых ризах От вассора Столь величественный В своей одежде Выступающий В полноте силы Своей Я изрекающий Правду Сильный Чтобы спасать Отчего же Одеяние твое Красно И ризы твои И ризы у тебя Как у топтавшего В точиле Я топтал Точила один И из народов Никого не было со мною И я топтал их В гневе моем И попирал их В ярости моей Кровь их брызгала На ризы мои И я запятнал Все одеяние мое Это еще раз подтверждает Эту же мысль Сколько бы мы ни трудили Сколько бы мы ни хлистали Ветками Сколько бы мы ни бросали Своих одежд Под ноги на попрание Не поможет Потому что Только кровь Иисуса Христа Который Топтал Точила один Который страдал За всех людей Один И в его словах Прощение Господи Прости им Порой и мы Не знаем что делаем Но он говорит Господи Прости им Помните Павел пишет В первом послании Коринфиана 15 главе Смерть Где твоя жало Ад Где твоя победа Жало же смерти Грех От силы греха Закон Благодарение Богу Даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом В нем мы имеем Спасение В нем мы имеем Прощение В нем мы имеем Оправдание И сколько бы Каких бы действий Мы не делали Наша жизнь Я согласен Должна быть наполнена Добрыми делами Но прощение По благодати Не по делам И Павел Об этом говорит По милости его Мы можем бросать Одежды наши Мы должны это делать Все что Есть плохое Худое Недоброе Бросит на попрание Благодарение Богу Даровавшему нам Прощение Господом нашим Иисусом Христом И еще Один текст Который говорит мне Напоминает Об одежде А в эту пасхальную Неделю Страстную неделю А может быть Не совсем она выглядит Как одежда Но тем не менее А помните Что осталось Во гробе лежать Иисуса Одели Окутали Обвернули И эта плащаница Она осталась там О какой Беспредельно Великий восторг Бог Греховные узы Расторг Воскресение Его Оправдание Всех Воскресение Его Попран Грех Это говорит О прощении О попрании Греха И оправдании Оправдание Извинение Раскаяние Сожаление Прощение А если сегодня Есть кто В доме молитвы Кто хотел бы Иметь оправдание Кто хотел бы Иметь прощение Грехов Иисус Христос Сделал все Для того Чтобы наш грех Был прощен Чтобы мы были прощены Чтобы мы были Оправданы Кстати апостол Павел говорит Об оправдании 29 раз Из 39 раз Которые мы встречаем В Евангелии А в Новом Завете Павел говорит Об этом Очень много И кто-то сказал Что с точки зрения Апостола Павла Оправдание Это деяние Божие Посредством Которого Он прощает Грехи И вменяет Праведность Нечестивым Грешникам Даром По благодати Через веру Христа Не на основании Их дел И не на основании Того Что Христос Представил их Пред Богом Праведными Своей праведностью И пролив Свою кровь Принес Искупительную И умилостивляющую И заместительную Жертву За них Слава Господу Слава Господу Что мы имеем Такого Искупителя Слава Богу Что мы имеем Того Кто Умер за нас И пролил Свою кровь Кто оправдал нас В заключение Хочу вернуться В наше детство Потому что Очень много Воспоминаний О детстве Наверное Наши бы дети Они рассказали нам Больше Искренне О том Как праздную Дома День рождения Прошу прощения Праздник Пасхи Каким образом Он проходит Если вам интересно Можете спросить У своих детей Маленьких детей Потому что Они скажут Точно Как это происходит Как мы празднуем Каким Они представляют Праздник Я нашел Такой один пример В православной Гимназии Учитель Желая выявить Знания детей Спросил их О празднике Пасхи Говорит Как вы думаете Как праздновали Пасху Христос И его ученики И знаете Что дети ответили Один из них Говорит Они ели куличи И крашенные яйца Это то Как празднуют Праздник Пасхи В домах В наших домах И дети Чисто имеют На своем подсознании Вот это вот Представление О том Как это происходило Но помните Мы говорили То что было В горнице Которая была Услана Как это было Все приготовлено То что там находилось И каждое Блюдо Которое стояло На столе Оно имело Своё символическое Значение Оно о чем-то Говорило И каждое действие Которое Иисус Христос Делал В горнице Тоже о чем-то Говорило Слава Богу Дети тоже Славят Господа На своем языке На своем языке Я только Я только рад Когда дети Знаете Подпевают Или что-то Говорят Они как-то Обращают Внимание На себя Я рад Когда церковь Она похожа Больше на роддом Чем На кладбище Хотя и там Можно чему-то научиться И там можно Что-то увидеть В этой тишине Когда никто Ничего не слышит Когда никто Тебя не слышит Все же Возвращаясь К нашему вопросу Чем для нас Сегодня является Праздник Пасхи О чем он Сегодня говорит Что наши дети Расскажут Как в наших домах Празднуют этот праздник О чем он говорит Сегодня мы говорим О прощении О прощении Которое было Даровано нам Господом Нашим Иисусом Христом О прощении Которое Мы принимаем Когда мы Приходим к Нему В молитве Раскаяния Пасха Это победа Над адом Это оправдание И прощение Мне хотелось бы Друзья Поощрить нас Будем победителями Побеждай зло Добром Учись прощать Ведь И мы были прощены Как молитве Очень наш Неоднократно Мы повторяем По пятницам Я не знаю В воскресенье Молитесь Это молитва Или нет А в пятницу Заключение Всегда Произносится молитва Очень наши Прости нам Долги наши Как и мы Прощаем Должникам нашим Помните Эти три буквы На Мезузе Шин Долет Юд Слушай Израиль Господь Бог Господь наш Шамер Израиль Хранящий Врата Израиля Пусть Бог Хранит Каждый дом Сегодня Вас Присутствующих Здесь Доме Молитвы А я сегодня Утром Когда Стал Читать Слово Божие Я попал На одну проповедь Мы были У наших детей В Атланте И были В этой церкви Я правда На заключение Проповеди Попал А на английском Языке Она звучала Я уловил Только последний Текст Который Брат Пасырь Говорил Мне очень Припало Это сердце Это слово К сердцу Потому что Каждое утро Когда мы Просыпаемся Мы хотим Слышать Голос Божий Правда Мы хотим Слушать Что Господь Нам говорит К сожалению Не все церкви Как наша Мы не можем Собираться В 9 утра В 10 утра В 11 утра Мы собираемся Только в 2 часа дня И может быть В 2 часа дня Только Бог Через кого-то Проговорит К нам Слово свое Здесь интересно 50 глава Книги Пророка Исаия Написано Господь дал мне Язык мудрых Чтобы я мог Словом Подкреплять Изнемогающего Каждое утро Он пробуждает Пробуждает ухо мое Чтобы я слышал Слушал Подобно Учащемуся Я не знаю В каком статусе Мы сегодня Здесь находимся Господи Я хочу Слышать Тебя Голос Твой Каждое утро Как студент Слушает урок Если он хочет Сдать тот Или другой Тест Пройти Господь Я хочу Слышать Голос Твой Я знаю Что возле Меня Вокруг Меня будет Очень много Людей Которые Еще не знают Тебя Возможно Кто-то Дремал Кто-то Может быть Изнемог Как брат Ярослав В пятницу Чтобы найти Слово Чтобы подкрепить Изнемогающего Чтобы найти Слово Чтобы укрепить Изнемогающего Чтобы обудрить Рядом Сидящего Чтобы поощрить Его Кверик Добрым делам Господи Помоги мне И хоть Концовка Этой проповеди Но это слово Было Ко мне Господь Дай мне Мудрости Проговорить Дай мне Мудрости Сказать То что Ты хочешь Сказать Дай мне Мудрости Господь Помочь Изнемогающему Возможно Кто-то Сегодня В образе Студента Сидящего Знаете Что Это слово Богато На милость От книги Бытие До Откровения Мы Я говорил В пятницу Судим И пересуживаем Не зная И не понимая Милость Господню Каждому Человеку Живущему Здесь На этой Земле Каждому Живущему Человеку На этой Земле На той Неделе На одной Из групп Была Дискуссия И помните В одну Из пятниц Я привел Пример О Старом Равине Который Задал Своим Ученикам Вопрос Как заметить Миг Между Заканчивающейся Ночью И начинающимся Днем Где Вот этот Вот Водораздел Если правильно Сказать Где Вот Этот Миг Когда Начинается Ночь И начинается День Я Тоже Отвечаю На вопрос Привел Один Текст Из Писания Помните Помните Если вы Помните Никодим Никодим Который Пришел К Иисусу Христу Ночью Он Обратился К Нему Как Рави Я не знаю Может быть Кому Это не Нужно Старые Равины Но Если бы Иисус Христос Не родился В еврейской Семье Если бы Старый Равин Никодим Не пришел К Иисусу Христу И та женщина Которая Была В саду Которая Помните Кричала К нему Рави Рави Равуни Еще Помягче Равуни Знаете Мы должны Быть Очень Внимательны К тому Что Написано В Слове Господнем Мы Должны Быть Очень Внимательны Когда Говорим С людьми Можем Кого-то Оттолкнуть Можем Кого-то Оскорбить Дай Бог Чтобы мы Нашли Силы Как Иисус Христос Уже Вися На Голгофе Страдая Когда Уже Был Мучен Изнемогал Нашел Силы Просить Отче Прости Им Отче Прости Им Ибо Не знают Что делать Прощайте Друзья Своим Ближним Своим Родным Близким Я знаю Что есть Даже Родным Трудно Прощать Я знаю Таких Людей Найдите Силы Господь Оставил нам Прекрасный Пример Для этого Аминь Давайте Помолимся Помолимся Продолжение Продолжение следует Песня Аминь Продолжение следует ПЕСНЯ ПЕСНЯ